Ребята, про падающий шаг Демпси. Вот вопросы давно звучали. Опять-таки это дело может быть вами как информативное. Демпси говорил, что надо весь удерживать на передостоящей ноге и чтобы не было момента толчка дальней ногой. То есть я должен упасть толкувшей этой же ногой. Вот такая парадоксальная техника. То есть стою, опираюсь и движение. Видите, да? То есть не заряжаю себя дальней ногой и бьют. А я уже надо хожусь на левой ноге, а я думаю, что может упасть на ногу. Вот, наверное, вы видели, что иногда даже ринги гремят. Если ребята работают и вот бьют, если, например, ноги бьют, 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 а спиннеры руки, ну и издально бьют. Вот минимум эта техника есть падающего шага. Если теорию сюда подключить, если уж мы об этом давайте порассуждаем, о чем главные силы, сила вращения, сила массы тела, которая направляется в цель и сила падения. Здесь третья сила участвует в этом. Видимо, Дэмси имел в виду, что когда вот все три силы участвуют, то удар получается сильный. Я вот думаю, что вот речь шла об этом, когда он говорил о преимуществе этих вот сильных ударов на падающем шаге. То есть, еще раз, я удерживаю весь тело уже на левой ноге, и мне достаточно только вот упасть на них, как споткнуться, а как бы здесь. Вот такая вот интересная вот техника. Я, кстати говоря, недавно мы вспоминали Таиланд. Я могу сказать, что вот падающий шаг я только видел в своей жизни один такой. Когда вот при мне, вот тайский мой партнер, ну не знаю как, вот мой тренер в старое время рассказывал, как он локтем, кстати говоря, о чем мы говорили, бьет. Вот на падающем шаге. То есть, он делал это не и-и-и раз, и-и-и раз, а у него получалось так вот, он стоял, вот у него была такая фишка, и делал так, бежать, рядом, да, на левой ноге оставаясь, бежать, вот просто так падал на эту дверь, бил локтем в голову. Вот, мне кажется, вот здесь вот в одном случае был падающий шаг применим, и я это очевидно видел. Вот такая вот история. Спасибо! Спасибо! Спасибо!